Наступает то время, когда надо выбирать учебное заведение. Если вы, конечно, хотите и дальше продолжать свое обучение, получать новые знания, получать дипломы, различные другие статусы, которые дает учебное заведение. Всем здравствуйте на этом канале, приветствую и благодарю, что вы смотрите это видео. Про высшее образование, вообще про необходимость высшего образования, стоит или не стоит обучаться, уже записывал видео. Вот здесь оно должно быть, выскочить. Но мы сейчас не об этом. Мы не будем выбирать учебное заведение из тысячи учебных заведений. Мы не будем говорить о том, что нужно высшее образование или не нужно. Сегодня мы с вами поговорим о конкретном высшем учебном заведении. Так получилось, что я не понаслышке знаю о Омском государственном университете имени Федора Михайловича Достоевского. Да, мне привелось стать студентом и познакомиться лично с системой обучения этого учебного заведения. С преподавателями, с деканами, всем, кто имеет отношение к обучению студентов. Расскажите, пожалуйста, на самом деле очень интересно и хотел бы попросить, и прошу вас написать в комментариях, по каким критериям вы выбираете учебное заведение. На самом деле критериев очень много. Учебное заведение, которое я пошел после школы, это выбирал скорее даже не я, а родители, ну как выбирал, да, то есть как родители. То есть я закончил школу, 9 классов буквально, понимал, что я не пойду в 10-11, и мне якобы сказали, куда ты пойдешь, Сергей, и предложили, вот смотри, интересный колледж. Я не особо взрослый, не особо я заморачивался учебным заведением, сказал, да, конечно, я не буду выбирать, пойду вот, куда вы порекомендовали. Однако выбор университета у меня уже вставал в более сознательном возрасте. Я уже закончил обучение в колледже, уже работал, у меня уже появилась семья и дети. Когда мне пришло в голову, почему бы не получить высшее образование? Почему его нужно получить или почему его не нужно получать? Я думаю, вы сами можете ответить на этот вопрос. Кого-то интересна карьерная лестница, и он понимает, что высшее образование это важно. Кто-то идет в бизнес и думает, что высшее образование ему не нужно, потому что там ничего нового. Хотя я готов с этим поспорить. Высшее образование дает много интересного, и об этом я как-нибудь запишу в видео, если вы захотите. Так вот, в более сознательном возрасте я выбирал уже учебное заведение, в которое мне не придется ездить через весь город. Выбор пал на несколько учебных заведений, которые находятся у меня возле дома. Прямо буквально возле дома, несколько домов. И из этих учебных заведений так получилось, что я выбрал именно гуманитарное направление. Почему гуманитарное? Потому что понимаю, что я люблю разговаривать, и я хочу научиться этому в совершенстве. Вот мой выбор попал на Омский государственный университет имени Федора Михайловича Достоевского. Что я вообще ощутил, когда попал в это учебное заведение? Самое первое – это коллектив. Коллектив именно преподавательского состава. Люди, которые любят свою профессию. Первый раз, действительно, первый раз увидел людей, которые любят свою профессию. Они так воодушевленно рассказывают. Они тебя прям погружают вообще в свой предмет. И ты хочешь, не хочешь, ты осознаешь. Ты понимаешь. И ты участвуешь в диалоге. Это самое бесценное, я так считаю. Плюс в высшем учебном заведении, как минимум в ОМГУ имени Достоевского, преподаватели лояльно относятся к тому, что ты приходишь с водой на лекцию или с кофе. То есть ты можешь получать знания в своих привычных, приятных для себя условиях. Ну, я имею в виду, любишь ты пить кофе. Ну вот пьешь кофе и получаешь знания. Здесь, в Достоевском, спрашивают твое мнение, считаются с твоим мнением, пытаются прийти к какой-то общей позиции. Если ты в чем-то не прав, тебя корректно пытаются направить, точнее даже не тебя, а твои мысли, пытаются корректно направить в правильное русло. Если вы возьмете какие-либо популярные организации в городе Омск, это, например, 12 канал, да, возьмем музей в Рубеле. В этих организациях, в управленческом составе, так или иначе, находятся студенты ОМГУ имени Федора Михайловича Достоевского. О чем это говорит? Это говорит о профессиональном подходе преподавателей к своим студентам. Конечно, не 100% студентов выходят такие умные и работают по своей специальности. Конечно, есть люди, которые закончили высшее образование, идут работать продавцом в торговый центр, джинсы продавать или в супермаркет продавать колбасы. Ну, такова жизнь. Такова жизнь, здесь есть конкуренция, конкуренция в знаниях, конкуренция в умениях находить коммуникации, вообще, в принципе, во всем конкуренция. Поэтому каждый, каждый выбирает свою жизнь сам. Но точно мое мнение о том, что ОМГУ имени Федора Михайловича Достоевского достоин рассмотрения внимания для того, чтобы поступить учиться, это 100%. Какую направленность вы выбрали, техническое образование или также гуманитарное? Оставляйте комментарии, очень интересно. Рассказывайте о своих учебных заведениях. Это всегда полезно, это всегда приятно. И те, кто посмотрит это видео, посмотрят комментарии. Возможно, именно ваш комментарий поможет выбору, получать или не получать высшее образование. Если получать, то какая направленность. И вообще, в принципе, ваши комментарии об учебных заведениях. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте оповещения. Желаю вам здоровья, удачи и будьте богаче. Пока.